мне удалили геморрой 4 стадии вот прошло уже 4 месяца но боль в анусе не прошла после туалета боли кровь в калии чувство в анусе что что-то мешает скажите пожалуйста что это может быть такое запорами страдаю давно пью форлакс ну во первых если на протяжении четырех месяцев есть боль в анальном канале после геморроидоктомия скорее всего это свидетельство того что те раны которые получились в результате операции заживают каким-то совсем правильным образом есть такое понятие как хроническая незаживающая рана анального канала такое иногда наблюдается после операции на анальном канале после удаления геморроидальных узлов после сечения анальных трещин после ран по поводу вещей анального канала такое бывает особенно если у человека проблемы со стулом то есть когда он не может наладить нормальные оформленные стулы при этом который будет не твердые а именно мягкие поэтому всегда перед операциями если у меня пациенты готовятся на операцию по поводу геморроя по поводу анальной трещины я всегда начинаю с того что человеку нужно наладить стул потому что какую бы операцию замечательную я бы не сделала какие бы самые дорогую дорогущие лекарства человек не применял как виде таблеток так и виде мази все это будет бесполезно если стул у человека будет например очень твердый и он будет травмировать сам по себе анальный канал поэтому в первую очередь нужно наладить стул можно принимать фор лакс можно как первым этапом я всегда назначаю псиллиум то есть это шелуха семян подорожника это такие чешуечки которые при контакте с водой превращаются в гель и формируют такую основу для стула для того чтобы стул был мягкий чтобы из него не уходила жидкость чтобы он оставался таким достаточно влажным но при этом оформленным то есть он как бы склеивает эти кусочки стула между собой при этом он такой достаточно рыхлый и вот именно такой стул наименее всего травмирует анальный канал и у многих людей которые жалуются на симптомы геморроя в принципе на фоне вот такой диеты не требуется даже выполнение хирургической операции то есть в целом если нет травма анального канала если не нужно тужиться во время туалета то такие люди даже и перестают вообще жаловаться на то что беспокоят геморроидальные узлы они от этого никуда не пропадают но именно уходит вот эта вот симптоматика геморроя связаны с кровотечением с выпадением геморроидальных узлов поэтому обязательно нужно наладить стул и если вы думаете что есть какие-то хронические незаживающие раны в анальном канале то возможно стоит проконсультироваться с коллопрактологом вы можете проконсультироваться с оперирующим хирургом либо найти какого-то другого специалиста и определить нужно ли применять какие-то специальные средства либо иногда требуется повторные операции какие-то другие процедуры применения ботокса либо каких-то других вещей для того чтобы простимулировать заживление этих ран и и и Продолжение следует...